Здравствуйте, это новости Дагестана в студии Фатима Буталибова и сейчас коротко о главных событиях этого выпуска. Махинации с материнским капиталом. В Дагестане мошенники получили 20 миллионов рублей на фиктивных справках. Мусорные поля. В республике продолжается борьба с незаконными свалками. Живая память. В музее «Россия. Майя. История» открылась уникальная фотовыставка о героях войны. Дагестанскими силовиками при содействии руководства Пенсионного фонда Дагестана раскрыта преступная группа. Организованная группа мошенников представляла в различные отделения Пенсионного фонда региона фиктивные справки и свидетельства о рождении детей. Таким образом, преступники получали сертификаты на материнский капитал. Как сообщили в Следственном комитете республики, мошенническим путем данной группе удалось похитить более 20 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Каспийске полицейские задержали 29-летнего жителя Махачкалы. Он подозревается в краже пожертвований из мечети. Мужчина в содеянном сознался, а похищенные деньги вернул в полном размере. В данный момент устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело. В автоаварии в Акушинском районе сегодня погибло 4 человека. На автодороге Цугника, Сагумахи, Карбачимахи 63-летний житель Дербента по предварительной информации не справился с управлением. В результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало в 60-метровый обрыв. От полученных тяжких телесных повреждений водители и находившиеся в машине трое жителей Дербента 59, 73 и 79 лет погибли на месте. Несанкционированная свалка, захламляющая отгонные пастбища, обнаружена в Дербентском районе. Товаропроизводители неоднократно подавали жалобы в правоохранительные органы, но безрезультатно. Росерхознадзор выехал на место для изучения ситуации. Вместе с ними и моя коллега Наталья Хамбабаева. 40 гектаров земли покрыто мусором, а рядом пасутся овцы и коровы. Еще в прошлом году Дербентский суд принял решение запретить вывоз бытовых отходов на территорию близ пастбища. Однако это никак не повлияло на ситуацию. Вот после этого наших неоднократных обращений, неоднократных писаний, никакой реакции. Гор все это, экологика, ни внимания не отдал. После ураганных ветра, как вы видите, здесь не огражено ничего. Весь территорий, вот это сюда, около 600 гектаров земли, которые все находятся в таком положении, пакетах. Непоправим ущерб для хозяйств. По словам председателя кооператива, ягнят и телят из хозяйства невозможно пасти на таких землях, так как животные едят пакеты и другие отходы вместе с травой. Мы же поставляем это экологически чистая продукция мяса в конечном итоге на рынок, городской рынок. И тем питается население. И в том числе после этого последнего снега вся таблица Менделеева смывается с этой свалки на водоемы. Управление Россельхознадзора отреагировали на ситуацию. Было выявлено, что свалка действительно наносит ущерб животноводству и экологии. Свалка находится близ земель сельхозного значения. При ветре или других погонных условиях мусор распространяется на данные земельные участки. Таким образом идет уменьшение земель ценных сельхозназначений. Также наносит непоправимый ущерб экологии. Только за прошлый год было обнаружено 16 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. Если ситуация не изменится, люди начнут питаться не экологически чистым мясом, а пластиком. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бегварзев, телеканал ННТ, Дзербенский район. Умупазиль Амарова покинула пост в Рио-министра образования и науки Дагестана по собственному желанию. Об этом сообщил Сергей Миликов в ходе заседания совета при главе Дагестана. Тем временем на данную должность назначен Яхья Бучаев. С 2008 года он был ректором Дагестанского университета народного хозяйства. Бучаев Яхья Гамидович является доктором экономических наук, профессором. Махачкалейские учителя поучаствовали в пробном ЕГЭ. Так, на базе столичной гимназии номер 13 состоялся экзамен по географии. Условия были максимально приближены к процедуре проведения штатного тестирования. По словам специалистов, такие мероприятия позволяют проверить работоспособность компьютерной техники, принтеров, сканеров, систем видеонаблюдения и сводят к минимуму ошибки при проведении настоящего экзамена. Всего порядка 600 специалистов прошли тренировочные мероприятия еще в 8 пунктах Махачкалы. Отметим, что на ЕГЭ в этом году будут соблюдены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В аудиториях проведут дезинфекцию и увеличат их количество. Рассадка сдающих тестирование будет проводиться с учетом социальной дистанции в полтора метра. Говорящие картины о героях. В музее «Россия. Моя история» открылась уникальная фотовыставка. Коллекция картин называется «Живая память». На каждой из них изображен один из героев войны. При помощи смартфона можно прослушать радиоспектакль, рассказывающий историю жизни этого человека. Проект визуализации героев Отечественной войны уже включил в себя 58 портретов. Среди экспонатов не только репродукции картин. С помощью сенсорного экрана также можно узнать больше интересных фактов о военных событиях, о героях войны, а также об оружии и технике, которую использовали солдаты. Наши посетители имеют возможность ознакомиться с оружием Победы, которое широко и более подробно представлено в нашем историческом парке, узнать о том, как жила наша республика во время Великой Отечественной войны, как дагестанцы не только героически сражались на полях сражений, но также и вносили огромный вклад в Победу, помогали фронту. На 1993 году ушел из жизни почетный председатель иудейской общины Дагестана Шемей Дебияев. В 1980 году Шемей Мегирович возглавил еврейскую общину Махачкалы, а в 2008 году был избран председателем Совета иудейских общин Дагестана. Он сыграл важную роль в сохранении и развитии традиций еврейского народа в городах Пуйнакск и Кизляр. Именно под его руководством синагога в Махачкале стала духовно-просветительским центром республики. В ней возрождена и действует воскресная школа. Его активная жизненная позиция, участие в благотворительных акциях заработали ему авторитет и признание общественности. Махачкалинец Гаджи Амаров завоевал Кубок мира по боевому самбо. Турнир в эти дни проходит в Москве на малой спортивной арене стадиона «Лужники». В схватке за золото тяжеловес из столичной школы единоборств имени Ахмедова встречался с призером чемпионата мира из Узбекистана Хакимжоном Исмаиловым. За две минуты до финального свистка Амаров провел результативный прием, что привело его к досрочной победе. Отметим, что третьим призером в этой же категории стал другой дагестанец Паша Хархачаев. Всего в соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из более чем 20 стран мира. По итогам первого дня сборная России завоевала шесть золотых наград. Команды из Хасавюрта и Казбековского района сыграют в финале Кубка национальной футбольной лиги. Встреча спортшколы имени Умаханова и клуба «Казбек» пройдет завтра на стадионе при Дагестанском государственном аграрном университете. Кубок Дагестана в формате 8 на 8 стартовал в декабре прошлого года. Он шел параллельно с регулярным чемпионатом. В спор за трофей вступали 32 коллектива, выступающие в высшей и первой лиге. Отметим, что Казбек – действующий обладатель Кубка и Суперкубка НФЛ. А спортшкола имени Умаханова по итогам 14 туров идет на первой строчке в турнирной таблице. Начало финальной игры в 13 часов. Вход на стадион свободный. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова